всем привет друзья закончилась у нас встреча сборной россии со сборной данией но перед тем как мы перейдем к обзору этого матча все-таки разрешилась у нас новость о том кто именно из игроков из вашингтон капиталс напомню они сегодня вылетели у нас из битвы за кубок стэнли и кто именно из них приедет состав сборной россии все ожидали то что приедет у нас александр овечкин и кузнецов но немножко у нас обстоятельства поменялись и получилось совсем все по-другому к сожалению александр овечкин не сможет приехать принять участие на чемпионате мира потому что у него травма и как было официально заявлено в борьбе за кубок стэнли он уже доигрывал на обезболевающих а в состав нашей сборной приедут евгений кузнецов и дмитрий орлов будем ждать ребят нашу сборную посмотрим как тренера распределят их в какие звенья их включат что поменяют ну а теперь непосредственно переходим к обзору матча дания россия первый период у нас конечно же получился немножко напряженным натяженным игра была вязкая но сборная россии у нас атаковала намного больше потому что практически не было бросков створа ворот андрея василевского а у сборной дании надо отметить их него вратаря это соренсен вообще молодчик тащил наверное всю команду потому что если бы не он то в первом периоде наверное у нас бы уже игра получилась как со сборной италии но благодаря ему дания окончила первый период со счетом 0 и после перерыва дания поняла то что хороший вратарь счет пока у нас ничейный и у них есть шансы сборной россии пока не удается забить и у них появился шанс на то чтобы реализовать какие-то свои моменты и во втором периоде дания конечно же у нас осмелела начала уже больше атаковать потому что по статистике у нас пошли больше бросков створ ворот андрея василевского нежели чем соренца но наша сборная прекрасная играла и не давала сборной дании реализовать свои моменты хотя пару таких вот острых моментов с нарку конечно же это немножко не нравилось потому что все ожидали немножко другой игры от сборной россии и весь перелом вся игра у нас переломалась где-то концу второго периода когда оставалось у нас буквально последние четыре с чем-то минут и наша сборная просто за одно мгновение вклепала в сборной дании три шайбы первую шайбу от великолепного паса из-за ворот у нас вклепалу киселевич и первый наш гол мы празднуем вторая же шайба у нас получилось буквально мгновенно потому что вроде только сборная дании начинает атаковать и тут нападающие нас теряют шайбу плотников находится у нас буквально рядом с соренцоном ему идет пасы и плотников усаживая вратаря сборной дании на щитки закидывает вторую шайбу в створ ворот сборной дании еще 20 опять какие то у нас буквально пару секунд и тут звено шипачева шипачев додонов и гусев из ближнего расстояния забивает третий гол за сборную россии и счет у нас 30 и тут конечно же было видно то что сборная дании разозлилась попыталась что-то сделать контратаковать но ничего не получалось и так уходим на третий период в этом периоде наша команда немножко успокоилась и игра у нас уже пошла более-менее равная как от сборной россии такая сборной дании больше возили шайбу нежели чем было каких-то моментов но хотя надо отметить то что и были острые моменты но так мы не увидели больше заброшенных шайб не сборной дании и не сборной россии и счет у нас игры финальные 30 и это наверное первая игра когда мы играем со сборной дании сухую потому что если в прошлый раз мы играли со сборной дании тоже под опекой снарка и счет у нас получился 10-1 то здесь 30 и это сухую и надо отметить то что сборной дании конечно же команда стала посильнее великолепный вратарь соренсен дала себе знать что не все так просто и наверное вот самое запоминающиеся нашей команды это когда кучеров с понарином идя на ворота соренсена так они пасовались между собой великолепный просто комбинация как будто вот парили в воздухе как такое ощущение было как будто они находились на льду только вдвоем больше никого не было болеем за сборную и смотрим дальше игры всем спасибо всем пока